Личная арифметика. На этой неделе большинство управляющих компаний города должны утвердить новые коммунальные тарифы. Между тем, большинство горожан не задумываются, что вынуждены переплачивать за оказанные не в полной мере коммунальные услуги. Как жителям многоквартирных домов научиться считать свои жилищные расходы, об этом в сюжете далее. Почему? Жительница дома по улице Свердловская, Валентина, удивлена коммунальной несправедливостью. Камнем преткновения между пенсионеркой и жилищной организацией стали тарифы на электроэнергию. Почему я должна платить за свет больше, так как у меня в квартире газ, а где газа нет, там за свет платят меньше. Вот я и плачу, значит, по норме за свет рубль 86, свыше нормы 2,97. А где нет этого самого газа, там, значит, по норме платят рубль 28, сверх нормы 2 рубля 8 копеек. Как нам пояснили энергетики, связано это с тем, что в негазифицированных домах стоит электрическая печь, потребляющая достаточно много энергии. И тариф на данный вид услуги для жильцов таких многоэтажек снижен. Так, обычный бытовой прибор может послужить основанием для разницы в тарифах у жителей разных домов. Но на этом особенности национального ЖКХ не заканчиваются. Аномально теплая погода этой осени и зимы тоже вызвала много вопросов к расчетам за коммунальные услуги. Многие красноярцы звонили к нам в редакцию с недоумением, почему при плюсовой температуре им приходится платить за отопление по таким же тарифам, что и при 30-градусных морозах. Наше правительство Красноярского края принимает решение, что установить на 2012-2014 год, что при расчете размера оплаты за коммунальную услугу по отоплению для собственников и пользователей помещений применять норматив потребления 0,244 гекокалория за квадратный метр в месяц. То есть по одной двенадцатой части. Такой порядок принят давно, но, увы, не все горожане его знают. Тариф распределен равными частями на весь год, независимо от сезона. Это значит, что и снойным июлем, и морозным декабрем приходится выкладывать одинаковую сумму из своего кошелька. Нет экономии летом, но и переплаты зимой. Но суммы все же немалые, и жильцы многоквартирных домов все чаще не желают переплачивать весь год за отопление в холода. Впрочем, у красноярцев есть альтернатива – приборы учета. Дома, в которых есть счетчики, раз в год у них делается корректировка. И деньги, которые не переплачивают за отопление, им возвращают. А так как норматив, который в данный момент действует в городе Красноярске, он сильно завышен, то смысл переходить на счетчики, то есть устанавливать их, конечно же, есть. Во всей этой цепочке, состоящей из городских управляющих компаний и теплоснабжающих организаций, единственный способ рядовому красноярцу защитить свой кошелек – это установить индивидуальные счетчики. Так, например, за оплату отопления однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров, жильцу, который платит по нормативу, необходимо выложить чуть больше тысячи рублей. При установке счетчика вы будете платить за реально использованное тепло, и эта сумма может измениться в разы. Из тысячи красноярских многоэтажек общедомовыми приборами учета до сих пор оборудованы всего 45% зданий. До прошлого года такие счетчики устанавливали за бюджетный счет. Теперь все расходы должны нести сами жильцы, в том числе и чтобы потом экономить. Артем Каспранов, Сергей Малафеев, Евгений Шестаков. Красноярское время.